Дом, который построил Джек. И начну я сегодня с заявления, которое многих удивит. Фильм «Дом, который построил Джек» – это автобиография. А диалог между Джеком и Вёрджем, который звучит на протяжении всего фильма – это внутренний монолог Ларса фон Триера. Скажу больше. Ларс фон Триер раскрыл в этом фильме перед нами свою душу. Ну, на что не всякий бы решился. Ну, все мы знаем. На душе всякое может быть. И есть вещи, которые, ну, нам иногда хотелось бы утаить, скрыть. А вот Ларс, видите, поступает иначе. Ну, сразу возникает вопрос. Биография, которую нам представил Ларс, как-то не очень походит на ту биографию, ну, которую, предположим, нас иногда заставляют написать. Ну, где-то там вы на работу какую-то устраиваетесь или что-то. Ну, и говорят, вот, напишите. Ну, и мы там сообщаем, да, где родился, там, где учился, какое образование получил, там, семейное положение, ну, и прочее, и прочее. Нечто такое лапидарное, скучное. Ларс художник. И он раскрывает свою биографию, рассказывает нам свою биографию художественными средствами. Больше того, Ларс представитель постмодерна. И пользуется всеми приемами вот этого самого постмодерна. Я догадываюсь, мое утверждение о том, что эта автобиография у кого-то может вызвать какие-то возражения. Ну, во-первых, я, как и все вы, имею право на свою субъективную точку зрения, которую можете принимать, можете нет. Но я увидел этот фильм вот так, вот такими глазами. И сейчас, ну, как говорится, да, сказал, го, прыгай, доказывай. И я попробую сейчас доказать, почему вот я так воспринял этот фильм. И для начала, ну, несколько примеров. Художник. А как художники изображали сами себя? Ну, вот, например, Ван Гог. Вот вам показываю картину. Ван Гог. Это автопортрет. Вот так он себя изобразил. Ну, на протяжении жизни он написал много автопортретов. Я вам все показывать не стану. Но давайте покажу еще один. Вот, видите, другая картина. Таким себя видел Ван Гог. Каким видели его другие, его в данном случае не волновало. Поскольку это был автопортрет. Это его восприятие самого себя. Ну, давайте покажу еще одного художника. Это Пабло Пикассо. Который тоже на протяжении жизни написал много автопортретов. Покажу несколько. Ну, вот, один уже стоит на моей доске. Так себя изображал Пабло Пикассо. А вот потом стал изображать так. Видите, уже другая картинка там появилась. А дальше больше. Еще одну картинку вам показываю. Это тоже автопортрет. И тоже Пабло Пикассо. Но Ван Гог был импрессионистом. И пользовался вот именно приемами импрессионизма. Для того, чтобы вот преподнести себя, свою личность, свой автопортрет. А Пабло Пикассо, 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 на самом деле по-разному произносит. Но я заглядывал в словарь, можно и так, и так. Пикассо. Буду говорить так. Так вот, он основоположник кубизма. И по мере того, как он осваивал, создавал вот этот метод кубизма, то, значит, и менялся его портрет, менялось его самовосприятие. Ну, а Ларс фон Трир, я уже сказал об этом, он постмодернист. И поэтому, естественно, изображает себя или рассказывает свою биографию, пользуясь средствами постмодерна. О постмодерне мы уже говорили достаточно много. Я еще вернусь к этой теме. Но мы должны, значит, как-то вот с этим смириться, принять. Я уже говорил об этом тоже, что художника надо судить по законам, которые он сам создал. И вот если он эти законы не нарушает, им строго следует, то это получается действительно произведение искусства. Ну, повторюсь, как сказал, отнюдь не все обязаны разделять мою точку зрения. И тоже сказал, что если сказано гоп, надо прыгать. И поэтому я сейчас прыгну и попробую доказать свою точку зрения. Объяснить во всяком случае, а почему я думаю именно так. Для чего давайте еще раз посмотрим этот фильм. Ну, заканчивая предыдущее видео, вы помните, я сказал, что перед тем, как мы в следующий раз, то есть сегодня встретимся снова, желательно его посмотреть еще раз. Ну, а кто этого не сделал, то давайте мы сейчас будем это делать как бы параллельно. То есть вот смотреть фильм снова. И смотреть мы его будем вот совсем не так, как смотрели до этого. Ну, если первый раз кто-то столкнулся с этим фильмом, ну, как бы невооруженный, не знающий, что такое постмодерн, не знающий вот всего того, о чем я так долго, так много видео рассказывал, то теперь, надеюсь, когда он все это знает, то начнет смотреть фильм другими глазами. Он начнет его воспринимать во времени. Он не станет его останавливать, не станет отматывать назад, не станет включать повышенные обороты, а именно станет воспринимать вот во времени так, как нам его преподносит Ларс Фон Трио. Ну, и, соответственно, он, мы будем переживать увиденное и задерживать внимание на том, как ведет себя камера. А вы обратили внимание, что в некоторых эпизодах камера вдруг начинает подрагивать? А почему она вдруг начинает подрагивать? А дело в том, что это осталось от манифеста 1995 года. Ну, тогда Ларс Фон Трио, он был не один, там была группа художников, кинематографистов, которые провозгласили так называемую догму 95. Ну, так называлось этот их проект. И в этой догме был такой пункт. Камера должна быть ручной. Любое движение или неподвижность диктуется только возможностями человеческой руки. И это сохранилось. Это, если вы видели не только Джека, а предыдущие фильмы, то могли заметить, что и там вот это дрожание камеры появлялось. Для Ларса в этом был некий смысл. Ну, а если уже я начал об этом манифесте, еще буквально два слова. Его суть сводилась к тому, что надо делать искусство, а не гоняться за кассовым успехом. Ну, я сказал, что надо обратить внимание, как ведет себя камера, что она начинает подрагивать. Но на самом деле мы должны будем рассматривать и кадр, как он построен, этот кадр, и обращать внимание, естественно, на всякие эстетические и композиционные особенности в построении этого кадра. Ну, раз уж я сказал, что мы будем обращать внимание на то, как построен кадр, как построена его композиция и прочее, то я должен оговориться. Меня засыпали возражениями такого рода. Ну, вы помните, я сделал одно видео, где заговорил о золотом сечении, вспомнил ряд Фибоначчи, и я стал брать кадры из фильма Ларса фон Триера и накладывать на них вот эту самую золотую спираль. Рассказывал я тогда параллельно не только о Ларсе фон Триере, а еще о Уильяме Блейке. К Уильяму Блейку мы еще вернемся. И я сопоставлял рисунки Уильяма Блейка с кадрами Ларса фон Триера, и на рисунки Блейка тоже накладывал вот эту самую спираль. Видите, пока я вам рассказываю, я ненадолго исчезаю с экрана для того, чтобы вам показать получше вот эти кадры или рисунки Блейка, и как я накладывал на них эту самую спираль. И тут я просто должен напомнить одну вещь, если кто забыл, что и Ларс фон Триер, и Уильям Блейк были бунтарями. То есть они протестовали против тех традиционных принципов, на которых сложилось искусство до них. Ну, Блейк жил намного раньше Ларса фон Триера и бунтовал тогда. Ларс бунтует сегодня. Но, значит, бунт бунтом. А с другой стороны, оказывается, что укладываются кадры, рисунки Блейка в то вот традиционное, что успело сложиться в живописи, ну, в данном случае в кинематографе. Поскольку вписывается таки эта спираль. Ну, а чтобы вам доказать, что отнюдь не всегда она вписывается, я сошлюсь вот на кого. Ведь на самом деле бунтовали против традиций в искусстве и авангардисты начала 20 века. Не только русские, ну, давайте я сошлюсь на русских, хотя это происходило и во Франции, и вообще в Европе. Ну, вот, например, черный квадрат Малевича. Ну, попробуйте сюда вписать спираль. Ничего у вас не получится. Или вот абстракция Василия Кандинского. Тоже никакую спираль, никакого Фибоначчи сюда, ну, завши не притащишь. Ну, или, например, вот портрет философа Любови Поповой. Опять то же самое. То есть не получается. Оказывается, можно создать нечто, вот действительно нарушающее, вот те традиции, на которых выросло, ну, вот, живописное искусство, искусство изображения. Ну, а мы с вами помним, что кино – это тоже изобразительное искусство. И к какому выводу здесь можно прийти? А что, очевидно, бунт и Ларса фон Трира, и бунт Блейка в чём-то оказались несостоятельными. То есть, с одной стороны, они пытались нарушить традиции, а с другой стороны – нет. Ну, мне тут может кто-нибудь сказать. Ну, да, вот художник творит там что-то, и прям вот он рисует картину и про себя думает, как сюда потом впихнуть вот эту самую спираль. Ничего подобного. Конечно, это происходит на интуитивном, подсознательном уровне. Собственно, потому он и художник, что он массу вещей постигает интуитивно. Но оказывается, что его интуиция вот совпадает вот с тем, что когда-то подметил Фибоначчи, на базе которого мы выстроили эту спираль и прочее. Ну, вот Леонардо да Винчи, Джоаконда, да? Я не думаю, что когда он писал свою Джоаконду, он думал о спирали Фибоначчи. Но, тем не менее, вписать сюда эту спираль никакого труда не представляет. Ну, почему они, собственно, бунтовали? И Блейк, и Ларс фон Триер. Очевидно, что-то такое вот их подталкивало к этому бунту, вот восстать против этой традиции. И Ларс фон Триер это объяснил. Демоны. Оказывается, его докучали демоны, с которыми он вот таким образом вел борьбу. И он будет неоднократно этого повторять. Но на самом деле и у Блейка были демоны. Хотя слово «демоны» может быть он и не произносил. Но ведь не зря современники считали Блейка сумасшедшим. А я уже говорил о том, что, создавая свой фильм, Ларс фон Триер очень и очень во многом опирается именно на Блейка. И на то, как он рисовал. И на то, какие поэмы он сочинял. И вот пытается все это как-то, ну, не то чтобы перенести на экран. Но на протяжении фильма неоднократно нам намекает на это. Там я вам показывал портрет этого у Резена. Но если вы смотрите внимательный фильм, вы могли заметить, что там из Блейка куда больше рисунков представлено. Там и Новохудоносор, который в конце жизни превратился или стал себя мыслить каким-то валом или кем-то таким и прочее. И Ларс фон Триер вводит в фильм отговорку. Но вы помните, он нам сообщает о том, что его герой Джек страдает обсессивно-компульсивным синдромом. Ну, когда я вам рассказывал в одном из видео именно об этом Джеке и упомянул вот этот самый обсессивно-компульсивный синдром, мы даже с вами отметили, что это можно воспринять как киноляп. Потому что, ну, если кто чуть-чуть знаком с медициной, с психологией, с психоанализом, то чудесно знает, что человек, страдающий таким синдромом, ну, совсем не обязан совершать те преступления, какие совершает Джек. Здесь какая-то натяжка. Но дело-то не в этом. Ларсу нужна какая-то отговорка. И вот он ее использует. Вот вводит этот самый обсессивно-компульсивный синдром. И давайте будем к нему относиться именно как отговорки, но не больше того. Но, как я уже сказал, все это Ларсу нужно для того, чтобы вот подчеркнуть свое родство, если хотите, с Блейком, с его фантазиями и прочее. И вот эти фантазии Блейковские, они ритмотивом проходят буквально через весь фильм. Ну, добавить тут можно разве что одно. Ну, Уильяму Блейку не повезло. При жизни его не признали. На что Ларс фон Трир, в общем-то, пожаловаться явно не может. Огромное количество призов, Оскары и так далее. Ну, он выигрывал там конкурсы. В общем, художник, кинематографист с мировым именем признанный и так далее. И тем не менее, все равно какая-то внутренняя неудовлетворенность. И вот из тех слов, из тех интервью, какие дает Трир, то можно ни раз и ни два услышать, во всяком случае, как подтекст, различить в них вот это неудовлетворение. Дескать, меня хвалят совсем не за то, за что надо бы хвалить. То есть, то, что он, как считает Ларс, сумел действительно сделать, как и у Блейка, осталось неоцененным. То есть, зритель не понял этого. И отсюда вот этот внутренний дискомфорт, и отсюда, очевидно, желание вот и сделать именно такой фильм, и рассказать свою биографию так, как он ее нам рассказывает. И, я уже говорил, повторюсь, на протяжении всего фильма звучит диалог. Ну, можно сказать, что это там в голове у Джека происходит, но мы слышим, с одной стороны, голос Вёрджиса, который у нас ассоциируется и небезосновательно с Вергилем у Данте, который ведет через ад Данте, то есть своего героя, героя божественной комедии. То и Ларсу фон Триру понадобился такой проводник. И вот он его вывел в фильме. Но на самом деле это вот как бы внутренний монолог, то есть разговор с самим собой. Отчасти я Данте, отчасти я Вергили, я спускаюсь в ад, и что я там вижу. Ну, раз уж мы заговорили о золотом сечении, и раз уж я вспомнил ряд Фибоначчи, этот ряд, математический ряд, на основе которого, собственно, золотое сечение и было построено. Видите, я вам показываю картинку, которую один раз уже показывал, и там вы видите это вот золотое число или волшебное число, ну, по-разному его называют. Кто-то может сказать, ну да, вот, ну, притянул я этого Фибоначчи. Нет. Если кто-то из вас смотрел «Нимфоманку», это предыдущий фильм Ларса фон Трира, не буду сейчас рассказывать об этом фильме, скажу только, что там есть один эпизод, где Ларс фон Триер прямым текстом говорит нам о том, что он опирается на вот это число Фибоначчи. Ну, вы помните, там, героиня рассказывает свою жизнь, герой слушает её, и он заводит Баха, то есть, видите, и Бах уже там звучал, Бах будет звучать и в Джеке, и Бах там звучит кусочек, не целиком обрывается, якобы запись, и герой этого фильма говорит о том, что в фугах Баха невероятно много всякого рода мистики, и об этом я как-то рассказывал, поэтому тоже не буду возвращаться. И рассказывая об этой мистике Баха, просто приводит и на экране Ларс это пишет, вот эти самые числа из ряда Фибоначчи. То есть, видите, он меня туда подтолкнул, а не я сам туда набрёл. Ну, и раз уж он меня подтолкнул, то, наверное, хочет, чтобы что-то я извлёк из этих чисел, о которых вот он там заговорил. И давайте проделаем такой эксперимент. Давайте мы усядемся смотреть этот фильм и возьмём в руки секундомер. Фильм длится 2 часа 32 минуты 33 секунды. Ну, давайте округлим. 152 минуты, поскольку тут такая уж исключительная точность не нужна. Тут маленькая-маленькая оговорка вначале. Дело в том, что когда фильм дублировали на русский язык, я догадываюсь, что большинство из вас смотрело его именно дублированным, то фильм начинается с того, что там чёрный экран, и за этим чёрным экраном уже идёт диалог. В общем-то, непонятно, кого и с кем. Потом мы узнаём, что это Вёрджис беседует с Джеком. Так вот, при дубляже, ну, испортили фильм. Я несколько версий разыскал, естественно, в интернете. В некоторых вариантах вообще этот кусок отрезали. Сразу начинаются титры. И когда я сказал вам, что фильм идёт 152 минуты, в этих вариантах он идёт, естественно, меньше. В других вариантах просто этот диалог сняли. То есть чёрный экран, почти 2 минуты стоит чёрный экран, и ничего не происходит. Ну, я не знаю, если кто мне не верит, разыщите англоязычную версию, то есть оригинальную, вы услышите, что там этот диалог звучит, и он невероятно важный. Он уже нас настраивает. Даже нам не очень понятно, какое он имеет отношение к событиям, которые произойдут в фильме. Но ближе к концу всё это получает свою расшифровку. Ну, это я отвлёкся. Я всё-таки иду от полной версии, которая длится 152 минуты. И, как я сказал, что я уселся его смотреть секундомерно. И вот первое преступление, убийство. Помните, домократом он убьёт эту женщину, которая сидит с ним в машине. И происходит это на девятой минуте. А потом появляется титр, возвещающий нам о втором инциденте, который совершится какое-то время спустя. И появляется этот титр на пятнадцатой минуте. Ну, а теперь давайте проделаем такую процедуру. Возьмём 15, как вот на моём рисунке, поделим на 9. И вдруг получается цифра 1.6. Ну, я округляю, там не очень точно выходит. А если мы 15 плюс 9 поделим на 15, то опять получим это 1.6. Второе убийство Джек совершает на 26 минуте. Минута пятнадцатая у нас осталась в мозгу. Делим 26 на 15, получаем 1.7. Ну, я сказал, что там точность такая всё-таки приблизительная. А если мы возьмём 26 плюс 15, поделим на 26, всё вот как делал это Фибоначчи. Получается 1.576, ну, приблизительно 1.6. Итак, на 26 минуте второе убийство. А на 41 минуте Джек стоит с плакатом «Нарциссизм». Невероятно важный плакат, поскольку в Джеке ну очень много этого самолюбования. И снова проделываем ту же самую процедуру. Делим 41 на 26, получаем 1.576 или 1.6 приблизительно. А на 65-й минуте Джек завтракает с женщиной, у которой только что застрелил двоих детей. Кошмарный совершенно эпизод. И снова начинаем играться с цифрами. 65 на 41, получаем 1.585, приблизительно 1.6. 65 плюс 41 делим на 65, получаем 1.6. Ну, давайте ещё один эксперимент. Продолжим его чуть-чуть. На 111 минуте дуб в Бухенвальде, под которым якобы сидел Гёте, когда сочинял своего Фауста. Ну, насколько это легенда, насколько истина, в данном случае не имеет значения. Ларс преподносит нам это так. Делим 111 на 65, получаем 1.7. А если 111 плюс 65 поделить на 111, то получается почти точно 1.586 или 1.6. Поверьте, я мог бы также пройтись по всему фильму, и что предоставляю проделать вам. То есть, к чему я тут веду? Конечно, когда Ларс фон Триер снимал свой фильм, когда делал монтаж, резал ленту, склеивал куски и так далее, конечно, никакого секундомера он в руках не держал. Но я уже говорил, художник на то и художник. Его ведёт интуиция. А эта интуиция увкладывается в некие рамки, вот той самой традиции, которая успела сложиться. Художник рисует картину. Он тоже, может, и не задумывается о том, что если слева у него лес, то есть что-то тяжёлое, то справа нет ничего, да? И картина как бы переваливает на один бок. Чтобы достроить композицию, надо и справа расположить что-то уравновешивающее левую часть. Он там рисует скалу или что-то. Я сейчас фантазирую. Я просто хочу подвести вас к тому, что вот это чувство вот этой гармонии, вот сочетания элементов и так далее, оно заложено в художники. И с одной стороны он бунтует против этих традиций, а с другой стороны взломать их всё-таки не может. Не смог взломать эти традиции Уильям Блейк, не смог взломать их Ларс фон Трир, при всём том, что вот он постмодернист и пользуется всеми этими постмодернистскими приёмами. Я помните, когда накладывал вот эти спирали на картины, рисунки, на кадры из фильма, сказал, что на самом деле их можно накладывать на всё, что угодно. Если вы возьмёте книгу, роман, если вы возьмёте поэму, и там это можно сделать. Вот видите, с фильмом я это проделал при помощи секундомера. Ну а там, я не знаю, придётся считать строки, слова. Но поверьте, если вы таким образом подойдёте к этим произведениям, вы придёте опять же к тому же. То есть если вы имеете дело с произведением искусства, если вы чувствуете, что это совершенное нечто, и чем более оно совершенно, тем более вот эти элементы, эта спираль, этот Фибоначчи, это волшебное число там присутствуют. Ну, я сказал, что фильм, автобиография Ларса Фон Триера. Ну и тут, опять же, наверное, по ходу моего рассказа у кого-то возник вопрос. Постой, постой. Что же Ларс? Убийца? Что он вот действительно ходил по домам там, убивал людей и прочее? На что я тут вам отвечу? В каком-то смысле да. Он убивал своих героев. А для художника герои, которых он создал, это части его самого. То есть он убивал часть самого себя. То есть творил суицид, если хотите. И тут надо кратко пройтись, очень кратко, естественно, по фильмографии Ларса Фон Триера. То есть назвать хотя бы какие-то фильмы, которые он снял до Джека, который построил дом. Я пройдусь, естественно, не по всем фильмам. Но, опять же, если мы с вами внимательно смотрим дом, который построил Джек, то там, вы помните, масса таких врезок. Какие-то врезки я уже называл. Там и иллюстрации из Блейка, иллюстрации, взятые из других художников. Все там это есть. Но есть и еще врезки. Врезки, кусочки из фильмов, которые Ларс Фон Триер снял вот до этого самого Джека. И там промелькнет крохотный-крохотный эпизод из фильма «Европа», который Ларс Фон Триер снял в 1991 году. Промелькнет кусочек из «Рассекая волны», 1996 год. Промелькнет кусочек из «Танцующее в темноте», 2000-й, Дагвиль, 2003-й, Антихрист, 2009-й, Меланхолия, 2011-й. Причем из «Меланхолии» он возьмет вот именно этот кусочек, вот конец света, где наступает, где эта там загадочная планета врезается в Землю. Ну, помните этот эпизод. Ну, и из «Нимфоманки» тоже, естественно, будет небольшая врезка, да, и на «Нимфоманку» он ссылался не только врезками, а вот теми самыми спиралями, о которых я вам уже рассказал. И, как я уже сказал, я не буду разбирать эти фильмы, потому что это невероятно долгий, сложный разговор, как эволюционировал Ларс, как он менялся от фильма к фильму, как менялись его взгляды, мировосприятия, но одна тема проходит через всё абсолютно его творчество. И поэтому я сейчас задержусь только на одном фильме – «Европа». Фильм начинается с того, что вот вода, тонет герой, тонет, пузыри идут и так далее, и закадровый голос нам сообщает, что вот он, тот герой, сейчас захлебнётся, что жить ему осталось всего несколько минут. Такой ход. То есть, зритель будет смотреть весь фильм. Ну, а когда мы смотрим фильм, что-то такое происходит, какие-то события. Герой попадает в какие-то неприятные, страшные ситуации. Но мы следим за его биографией, за развитием сюжета, и в нас всё время теплится надежда, что вот как-то это положительно разрешится, что будет хэппи-эн, и вдруг Ларс вот такое сообщил нам вначале. То есть, мы смотрим фильм и знаем, что никакого хэппи-энда, никакого счастливого финала, ничего этого не будет, что герой обречён, погибнет, утонет. О чём, как я уже сказал, нам сообщает в самом начале закадровый голос. Так вот, это захлебнётся, проходит мотивом, ну, через всё творчество Ларса фон Триера. И каждый фильм, каждый буквально, это попытка, ну, набрать воздуха в лёгкие, то есть, как-то вот зажить какой-то полноценной нормальной жизнью. А нет, не хватает этого воздуха, катастрофически не хватает, и герой в конце концов гибнет. И, собственно, в понимании Ларса фон Триера это трагедия любого художника, то есть, любого человека искусства. Если он творит искусство, то он трагик по определению. Искусство это болезнь. Ну, так прямо Ларс фон Триер нигде не высказывается, но опять же, это где-то вот навевается нам тем, что он показывает, что он делает, что он нам рассказывает. И по мысли Ларса фон Триера здоровый человек искусству посвящать себя ни в коем случае не станет. Он обойдётся без него. Ну, и здесь на память даже, видите, в конспекте у меня нет. Вдруг пришло Харл Густав Юнг как-то сказал «Покажите мне здорового человека, и я его вылечу». То есть, видите, для Юнга здоровый человек, которому не нужно искусство, который без него может чудесно обойтись, как раз и есть тот больной, которого надо лечить. Но, кто прав, Ларс фон Триер или прав Юнг, давайте оставлю на ваше усмотрение, а пока я продолжу свой рассказ. Я только что рассказал о Врезке, где Ларс нас отсылает вот к своим прежним предыдущим работам. И в фильме вообще очень и очень много возвратов назад. Ну, это и храмы, которые он будет нам показывать, и там, помните, этот концлагерь этот кошмарный, ну, это прошлое. То есть, возвраты вот такие. То есть, очень много цитат, когда он показывает какую-то хронику, показывает нам, предположим, какой-то храм, или показывает, опять же, там, Бухенвальд и прочее. Это, конечно, цитаты. И, опять же, говорил я уже об этом, что вот наличие, обилие таких цитат, это одно из условий, на чем зиждется, собственно, постмодерн. Постмодерн без цитирования, без этих апелляций к прошлому, невозможен. Но, попадая вот в новый контекст, а Ларс создает новый фильм, которого раньше не было, вот эти цитаты, эти отсылки, эти кусочки прошлого, перенесенные в сегодня, приобретают какой-то новый смысл. Начинают звучать иногда совершенно не так, как звучали тогда, когда были произнесены, или когда впервые были засняты на кинопленку, или там на фотоаппарат, или нарисованы художником, и так далее. И, ну, тут, вы знаете, я люблю проводить параллели. И, чтобы вы не подумали, что Ларс фон Триер, вот, обращаясь к этому приему, ну, что-то оригинальное, неожиданное нам предлагает, делали такое уже другие художники. Я сейчас вам вспомню Анджио Вайду. Ну, опять же, Анджио Вайда, большой, великий художник, кинематографист, о нем тоже очень много можно рассказывать, но не стану я этого делать. Я напомню, один единственный фильм Анджио Вайда, назывался он «Все на продажу». А снял этот фильм Вайда по очень грустному поводу. Был такой актер, Русбегнив Цибульский, с которым, собственно, Вайда снимал свои предыдущие фильмы, и, в общем-то, ну, снял свой шедевр. Я так считаю, но, наверное, не я один, это «Пепел и алмаз», где Цибульский играл главную роль. А потом Сбегнив трагически погиб там, куда-то спешил, под поезд попал, короче. Ну, опять, такие детали, нюансы сейчас не имеют большого значения. Значение имеет другое. Вайда решает снять фильм, вот, посвященный памяти этого актера. который для него, ну, невероятно много значил. И он снимает фильм, все на продажу, где рассказывается история, ну, не буду воспроизводить фильм, скажу одно, что там масса эпизодов, просто масса эпизодов, когда, вроде сейчас, должен в кадр войти Сбегнив-Цибульский, потому что это взято из этого фильма, из второго, из третьего, и в этих эпизодах вот, Сбегнив-Цибульский участвовал. И мы смотрим в эти кадры, мы ждем его появления, а он не появляется, он не может появиться, он умер, он погиб. И фильм кончается, ну, совершенно страшной сценой. Опять идет съемка, стоит кинокамера, там, декораторы что-то бегают, делают, и такая женщина, тоже декоратор, очевидно, банка с красной краской у нее в руке, и она черпает оттуда эту красную краску и плещет на белый снег, и такие красные кровавые пятна появляются. И ведь это намек, понимаете, намек на то, что даже смерть, оказывается, может превратиться в товар, что оказывается, фильм-то, как он назвал, все на продаже. То есть, искусство превращается в деньги, хочет того художник или нет. Если он не добивается признания, то он остается без денег и без ничего, как это было с Уильямом Блейком. А если он добивается признания, его замечают, о нем начинают говорить, как о Ларсе фон Трире, то это превращается вот в товар, это превращается в то, что можно продать, что кто-то может купить, и отсюда, конечно, вот этот самый трагизм, о котором я уже говорил, и который ощущает Ларс фон Трир, что он-то хотел рассказать об одном, а ему надавали призов, наград, и так далее, и так далее, и все не за то, не за то, что он действительно хотел нам сказать и поведать. А что подобный финал поджидает очень многих художников, поджидает, поджидал, ну, Ван Гога я уже вспоминал, могу вам Модильяне назвать, ну, не буду перечислять, потому что список просто огромный, вот людей, которые прожили жизнь непризнанные, неоцененные, непонятые, чтобы потом их картины там продавались за такие суммы, что слух произнести невозможно. то есть, вот к чему я тут хотел вас подвести. И вот эта вот нота, вот этого трагизма, вот этого разрыва в Ларсе Трире присутствует, и, как я сказал, она тоже звучит вот в этом фильме, о котором мы с вами говорим. Но, Данте, откуда взялся Данте? Много ведь я вам рассказал о Данте? И, когда смотришь фильм Ларс фон Трире, трудно удержаться, чтобы действительно не идентифицировать вот этого Вёрджеса и Вергилия, который водит Данте по аду, ну, из его божественной комедии. А есть этому объяснение, и Данте тут появился не случайно. В 2011 году в Каннах, там как раз демонстрировалась меланхолия Ларса фон Трире. И, значит, потом Ларс раздавал интервью, выступал и так далее, и вот рассуждая о своих якобы еврейских корнях, ну, там, любопытный эпизод в биографии Ларса фон Трире имел место. Дело в том, что его отец был наполовину евреем. Но перед самой смертью уже мать открылась ему, сказала, что Ларс не его сын, что у неё был любовник, но не буду сейчас забираться слишком глубоко, так вот этот любовник был чистокровным немцем, и Ларс, в общем-то, его сын на самом деле, а не сын своего полукровки отца. Но, тем не менее, в Ларсе всё это как-то засело, и вот, рассуждая на эту тему, он вдруг обронил так язвительно и иронично, что относится с пониманием к Гитлеру. Ну, и эстеблишмент Каннский вообще встал на дыбы. Как можно вообще в каком-то положительном ключе произносить эту страшную фамилию, это имя? Короче говоря, Ларса изгнали с Каннского фестиваля, и вообще он стал персоной нон-грата. Ничего такого Ларс не имел в виду, он потом десятки раз объяснял, что это был такой сарказм, насмешка, но так оно получилось. Обиделся Ларс одним словом, и когда возвращался в Каны, то горел чувством мести. Месть, запомните это слово. Он решил отомстить Каннскому инстеблишменту, и когда снимал своего Джека в 2018 год съемки, то это тоже в нем присутствовало. И вот отсюда Данте. Ведь помните, когда я вам рассказывал о Данте, я говорил, что описывая свой ад, Данте туда помещает своих врагов, то есть людей, из-за которых ему пришлось покинуть свою любимую Флоренцию и провести всю жизнь в изгнании. Ну, насколько он объективен, субъективен, сейчас не имеет значения. Вот были люди, которых он считал своими врагами, и вот таким образом он им отомстил. он их поместил в ад. А Ларс фон Триер хочет сделать то же самое. Ну, в ад он помещает не своих врагов, в фильме никого из тех, кто сидел в этом жюри в Каннах нет. но он знает, что эти люди будут смотреть его фильм. И вот он и делает этот фильм так, чтобы им отомстить. И поэтому, конечно, Данте здесь, ну, просто сам собой напрашивается. Этот Данте во многом сбивает зрителей с толку. Потому что, ну, не стану забегать вперед. остановлюсь на нескольких моментах из этого фильма. Ну, во-первых, Вёрджис ведет этого героя Джека в ад. Ведет в ад, в аду, Ларс чудесно это знает, девять кругов, а приводит Вёрджис в Вергилии почему-то Джека только на седьмой круг. Ну, потом они спускаются ниже, где этот разрушенный мост и так далее. Но там, помните, Вёрджис произносит эту фразу, что тебе место в седьмом кругу. А седьмой круг это не самое дно ада. Почему он так говорит? То есть, для Ларса фон Трира то, что совершил Джек страшные, кошмарные убийства, тем не менее, не самое страшное из того, что, оказывается, можно совершить. Что, оказывается, есть куда более страшные преступления, за которые, вот, действительно, надо человека спустить уже в самый низ, на девятый круг. А это, по мысли Ларса фон Триера, предательство. Предательство, искусство, которому служит художник. И вот именно это было очень важно Ларсу вот сообщить этим самым людям, жюри, или там, просто истеблишменту, который в Каннах смотрел, оценивал фильмы и так далее. Ну, а мы, когда смотрим на все это, и вы помните, я рассуждал на эту тему, можем воспринять это как киноляп. Ну, кляп в каком смысле? Ну, во-первых, мост, который с девятого круга ада может везти в рай. Ну, нет у Данте ничего подобного. Разрушенный, не разрушенный, нет там такого моста. Вы помните, в рай Данте попадает совсем другим способом, другим методом, и попадает таким, чего в Джеке вы не увидите. До рая герой не добирается, он падает в бездну, и эта бездна кипит, пламя, огонь, что тоже вроде бы как киноля, потому что, ну, не мог Ларса фон Триера не знать, что у Данте там дно в аду это лед. Так вот, лед у Ларса фон Триера есть, но он на земле. Он вот в той морозильной камере, в которую стаскивает своих трупов, вот, Джек, для того, чтобы там делать то, что он делает. Вы видели фильм, знаете, что там происходит, строит этот свой кошмарный дом из трупов и так далее. Эти трупы, это для Ларса фон Триера его убитые герои из тех фильмов, которые он снимал. Это части его, Ларса Триера, которые он убил сам в себе, для того, чтобы вот построить то, что построить. А то, что построил, ужасно. И здесь еще одна параллель. Вы помните, Джек рассуждает, что вот он мечтал стать человеком искусства, а там мать настояла. В общем, так получилось, что он стал инженером. И вот он строит дом как инженер, а в душе он якобы человек искусства. Так вот, не сочетаются два этих начала. И Ларс тут размышляет для себя внутри, пытаясь разрешить эту проблему. А может быть и у меня нечто аналогичное. Может потому я и убиваю своих героев, потому что я не настоящий художник. А настоящий художник всегда сомневается. Человек, который владеет истиной в последней инстанции, ни картин писать не станет, ни музыку сочинять, ни фильмы снимать. Поскольку искусство это интуиция, это сомнение, это вечные сомнения, через которые может быть удастся прийти к истине, а может быть и нет. А человек, который знает, владеет истиной в последней инстанции, он обычно к искусству не обращается. Он тот самый здоровый человек, о котором сказал Карл Густав Йонг, что его можно вылечить. Но, видите, опять я отвлекся. Так вот, лед оказывается на земле в этой морозильной камере. И Уильям Блейк. Ведь я сказал, что лейтмотивом фильма ко всему прочему, кроме Данте, служит еще и Уильям Блейк. И я тут даже склонен предположить, что Уильям Блейк в большей мере, нежели Данте. Данте понадобился Ларсу ну как прием, вот как некая удобность, что ли, да, вот действительно водит по аду и так далее, и так далее. А вот ведь что сделал Блейк? Я вам рассказывал об этом. Ну ладно был художник, ладно там рисовал, ладно сочинял поэмы, он создал свой собственный миф. И на самом деле фильм «Дом, который построил Джек» это тоже миф. Ларс фон Триер, отталкиваясь от Блейка, создает свой собственный миф. Но этот миф во многом параллелен, в чем-то соприкасается с Блейковским. Напомню, ведь Уризен, которого придумывает Блейк, ну, из поэмы в поэму он менялся, он переживал разные метаморфозы, сначала он был задуман как божество, потом Блейк разочаровывается в нем как в божестве, он начинает утверждать, что это ложное божество, но тем не менее это божество сотворило нас, сотворило мир, сотворило и инженерными средствами накладывает на этот мир свои правила, свои условия. Я специально показываю вам эту картинку, вы ее наверняка множество раз видели. Этот старец с циркулем в руках. То есть вот, оказывается, если создавать, строить этот мир с циркулем в руках, ничего не получается. Видите, он изобразит так не только этого старца, он так изобразит и Ньютона, который в понимании Блейка в общем-то ассоциируется вот с этим Уризеном, с этим творцом мира, потому что, ну да, на законах Ньютона вроде как выросла вся современная физика и прочее, ну, во времена Блейка еще, может быть, так сказать было сложно, но тем не менее, это вот один подход к миру, один способ создания, творения этого мира. Божество творит его как-то иначе. И Ларс фон Тринер создает этот миф, и его мучит мысль. Я уже сказал, повторю, что, может быть, я его творю, этот мир, как инженер, а не как художник. А если я творю его как инженер, а не как художник. Этот миф терпит фиаско. И поэтому герой в конце фильма погибает, видите, он не может перебраться в этот самый рай, он проваливается в бездну, а в бездне пышет огонь, который Ларс привносит в свой миф, потому что этого огня не было ни у Данты, не было ни у Блейка. Но именно потому Ларсу и понадобился этот огонь, чтобы все поняли, что это его собственный миф, миф Ларса фон Триера. Потому что если бы там был лед, то можно было бы сказать, что это просто иллюстрация к Данте. Или там, скажем, к тому же Блейку. Но у Блейка есть еще один интересный момент. Когда Блейк окончательно разочаровывается в своем герое, в этом самом божестве, в этом урезене, которого он сотворил, то этот урезен проваливается в бездну. Вот вам эта картинка. В бездну, которую он сам и создал. Вот как это у Блейка. И у Ларса то же самое. То есть, видите, он интерпретирует это по-своему, он привносит огонь и прочее, но это миф его Ларсу фон Триера, это миф, который он сотворил. Божества он нам тут не выводит, поскольку под божеством в данном случае подразумевает самого себя, и это божество проваливается в бездну. И вот таким образом кончается этот фильм. То есть, видите, какой получился монолог, диалог, трудно сказать, но, скорее всего, все-таки диалог самого с собой. И когда все это вроде уже кончается, да, и вдруг звучит такая веселая музыка, говорил я об этом уже, проваливай, Джек, действительно, проваливай, а что еще остается? Вот такой итог я подвожу этому фильму. Соглашаться со мной или нет, дело ваше, но, прежде чем закончить это видео, мне хочется сказать еще несколько слов. Я знаю, что не затронул очень и очень многих аспектов, который затрагивает Ларс в своем фильме, вот именно рассказывая свою биографию и затрагивая разные аспекты самого себя. Я ничего не сказал о либеральных ценностях Ларса фон Трира, как он их понимает. Он, с одной стороны, поклоняется либерализму, а с другой стороны, видит трагическую развязку вот этих либеральных установок. Я почти ничего не сказал об отношении Ларса фон Трира к религии. Ну, тут тоже очень непростой разговор, ну, и не говоря уже о сексуальных фантазиях, которые занимают огромное место и в этом фильме, хотя тут все это представлено, помните, эта простушка, эти отрезанные груди, кошмар, да? Ну, эта тема, она у Ларса тоже давно началась и прошла тоже практически через все его творчество. Но все вот эти элементы, которые даже я опустил и которые назвал, подводят нас к одному, и тут я буду настаивать, что это ступроцентный постмодерн. И именно поэтому я когда-то выбрал этот фильм, чтобы начать свой цикл разговоров, рассказов о постмодерне. Ну, я отвлекался от фильма, я рассказал массу других вещей, но сейчас, подводя итог, мне представляется, что если у кого-то хватило терпения, времени, силы воли, высмотреть эти мои видео, то те выводы, к которым я пришел, и которых пытаюсь подвести вас сейчас, если вы даже их не примете целиком и полностью, то все-таки, я думаю, с многим из того, о чем я сказал, согласитесь, поскольку я с трудом забирался на этот Манблан, но, как мне кажется, все-таки забрался. А что касается самого постмодерна, то, конечно, о нем еще многое предстоит сказать, но я дальше поступлю следующим образом. В своих следующих видео я сниму с своей доски эту надпись постмодерн, поскольку рассказывать стану о самых разных вещах, у меня в плане несколько философов, о которых я хочу поговорить, и, конечно, их однозначно вписывать в постмодерн ни в коем случае нельзя, но, когда буду возвращаться в постмодерн, буду просто об этом вам говорить, но с доски, как я сказал, уже сниму. И еще я хочу сказать, вот я недавно купил такую книгу, я вам ее показываю, я покажу ее на своей доске, там вы ее разгладите получше, это Александр Дугин, который написал книгу «Постфилософия». Ну, видите, пост, там он будет говорить и о постмодерне тоже. Сказать, что я разделяю взгляды Александра Дугина, ни в коем случае, я их по очень и очень многим параметрам не разделяю, не принимаю, я сейчас не хочу разбирать эту книгу, потому что это отдельный разговор, но, тем не менее, очень рекомендую ее прочитать, поскольку там есть большие куски, огромные пассажи, вообще человек умный, много чего знает, и на многие вещи смотрит интересно, необычно, ну, а если его взгляд не совпадает с моим, как вы понимаете, из этого вовсе не следует, что прав я, а не он. Поэтому, видите, я заканчиваю видео таким странным образом, отсылаю вас к книге, которую сам еще не дочитал, видите, там закладка лежит, мне еще страница 100 осталась, примерно, А сейчас с вами прощаюсь и надеюсь, что разговор о Ларси фон Трире, о его фильме мы пока завершили, ну, а если будут вопросы и прочее, то я, конечно, вернусь и постараюсь на такие вопросы ответить. А сейчас всего хорошего, до свидания, и мое обещание, как всегда, вернуться на ваши экраны в самое ближайшее время. Всего хорошего. Продолжение следует...